Люблю это место. Не хочу сказать, что это место силы, но оно мне нравится, просто нравится. Сосны вверху. Ветер шумит, а тут так, так более-менее тихо, более-менее тихо. Сегодня хочу вам рассказать историю, которая называется «Пришла пора пить мочу». Началась она вообще-то давно, а вот как-то продолжение получила буквально-таки где-то вчера. Да, смотрел я «Секрет на миллион», и там была какая-то финская, что ли, актриса, которая перенесла инсульт. И там все это там, Лера, значит, ее там спрашивает, и так, и сяк, и то, и сё. И к ней приходят ее, значит, сослуживцы по цеху. И вот вышел мой знакомый по Первому каналу, и говорит, я тоже этот инсульт перенес. Ему 63 года, значит, человек образованный такой, эрудированный. Ну вот я понимаю, что масса людей таких, а в плане здоровья, ну они по-своему понимают, поэтому и получают инсульты, там, инфаркты и прочее, прочее, прочее. Так вот, этот человек на одном из корпоративов Первого канала с молодой женой подходит ко мне и спрашивает, Геннадий Петрович, а не пора ли пить мочу? Ну и как-то несколько стушевался. Зачем ему пить, что там делать? А вот то, всё, пятое, десятое там. Ну я говорю, ну со здоровьем особо проблем нету, 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 со здоровьем нету. Ну как говорится, что-то допить. И вот, вчера на этой передаче инсульт, да, 63 года. А принёс он его, года, наверное, на два ещё младше был. И вот как раз я вспомнил вот этот разговор, когда он спрашивал, а не пора ли пить мочу? Оказывается, вот сейчас и подошло то время, когда это надо делать. Вот такие вот интересные вещи. Ну, как говорится, не обязательно хлыстать мочу, но следить за своим здоровьем надо. Ну немножечко осединил. У меня 69-й год идёт, тяжелейшие тренировки, сильнейшее напряжение. Я таких вообще в жизни не испытывал, даже когда спортом занимался. Тем не менее, вот я сижу, и даже я заметил, сердце стало работать лучше. Когда на улице дубарь, а это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и всё растает, и лето жаркое придёт, свои проблемы принесёт. Уж коль январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра, и тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, и снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, чайок душистый разливая, а жизни бредные рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод здоровье крепко иметь. А остальное просто медь, её не стоит и иметь. Своё здоровье тратя даром, так будем жить и процветать, и строки о любви писать, и посылать их прямо в сердце, готовые сие принять и от восторга засиять. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всём объёме и углублённо рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. Я для этого оставляю свою электронную почту. Если вы желаете проявить благотворительность каналу и ко мне, вы пишите на почту, свяжитесь со мной, и я вам даю координаты, куда что сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовётся. И для всех людей даётся. Шелестят конфет-отвёртки, там мандарин стоит, и наряженная ёлка огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, он по таргерам займёт. Радостью любого ждёт, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждём. И под чёканье бокалом ходит счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, он по таргерам займёт. Радостью любого ждёт, это Новый, Новый год. Так, и спи, дружок сердечный, наливай бакал с кардией. Загадай своё желание и по таргерам займёт. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, он по таргерам займёт. Радостью любого ждёт, это Новый год.